Рассмотрим еще один пример. Узнаем, насколько большим должно быть n, чтобы в периоде могли встретиться подряд идущие цифры 1, 6, 7. Ну, смотрите. Для начала докажем, что обязательно n больше, чем 100. Но, смотрите, во-первых, умножением на степень десятки можно перенести запятую сюда, а на самом деле даже и сюда. Поэтому, на самом деле, нас интересует дробь такого вида. Период, начинающийся на цифру 1, 6, 7. Умножим эту дробь на число 6. Давайте посмотрим. 0,167 умножить на 6 – это 1,002. А 0,168 умножить на 6 – это 1,008. Значит, число 6k разделить на n расположено между вот этими вот числами. А давайте напишем не 6k. Нет, ну пока так. Расположено между 1,002 и 1,008. Вот, давайте на n нужно. Получится, что n плюс 2n разделить на 1000 меньше, чем 6k, меньше, чем n плюс 8n разделить на 2000. Если бы n было не больше, чем 100, то вот это было бы не больше, чем 0,002, это не больше, чем 0,008. И мы получили бы, что здесь меньше, чем n плюс 1, ну а здесь больше, чем n. То есть вот это число оказалось бы зажато между n и n плюс 1. Такого не бывает. Ну, а давайте, кстати, уже забавно, что получилось, что n должно быть не меньше, чем 100. А давайте найдем точный ответ. Вот вместо этой оценки давайте разберемся, как разберемся? При помощи и действительной траве. То есть мы допишем, что это больше, чем 167 тысячных, меньше, чем 168 тысячных, и стандартная работа. n разделить на k больше, чем 1168 тысячных и меньше, чем 1167 тысячных. Замечательно. Ну, выделяем целую часть. В данном случае, как мы видим, это 5. 5 умножить на 167, это... А здесь n минус 5k разделить на k расположено между числами 20, 20 в первых и 165, 167. Обозначаем числительную. Обозначаем числительную. А здесь n минус 5k разделить на k больше, чем 2, 165, и меньше, чем 1, 20. k минус a, это будет b. И опять переворачиваем. Получается, что а разделить на b меньше, чем 165 вторых, то есть 82,1 вторая, и больше, чем 20. Ну, поскольку нас интересовало наименьшее значение, то имеет смысл взять а и b самыми маленькими. То есть, а это 21, b это единица, соответственно, k, a плюс b, это будет 22, а n, то есть a плюс 5k, a плюс 5k, это будет 21 плюс 110, то есть 131. Получается, что самое маленькое значение n число 131. Гробь, это k разделить на n, поэтому нас на самом деле интересует 22,131. Начинается на 160,7.